Ну, вы знаете, это явление такого рода... Они, конечно, носители нашей русской культуры, которую Пётр I начал нещадно уничтожать. Именно культуры, я говорю. Культура, которая связана, конечно, с православием как таковым. И в этом отношении старобрядчица, конечно, представляет из себя удивительное явление, потому что та сила духа, с которой они отстаивали, она просто поражает! Представьте, шли в изгнание в Сибирь, на север, какие страдания переносили! Вы знаете, просто можно преклониться, знаете, перед чем? Перед нашей русской душой! Какая же душа! Какая сила! Боже мой! Это поразительно! Какая сила! Они действительно носители нравственности той, которая была потом уничтожаема бессчадно тем же направлением, открытым Петром I. В чём их, так сказать, беда? А, пожалуй, это их беда в том же, в чём и беда патриарха Никона, с моей точки зрения. И для них буква оказалась слишком серьёзным в религиозном плане феноменом, так сказать, религии. Буква! То есть, в каком смысле? Они придали очень уж большое значение вот это скрупулёзное исполнение, сохранение тех внешних форм религиозной жизни. Но ничуть не лучшее сделал Никон, патриарх, который стал требовать изменению, изменению этих же самых внешних форм только потому, что в Греции, видите ли, не так, как у нас. Ну, что за нам за... Теперь-то что нам в Греции? Ну, ладно, когда-то мы взяли христианство, но мы благодарим и не забываем этого. Но причём здесь-то мы должны следовать Греции. И вот столкнулись эти два течения мощные. Но на стороне реформ, начатых патриархом Никоном, на стороне оказалось правительство. Старобрядцы оказались гонимыми. Но, скажу вам прямо, если бы случилось наоборот, точно такому же гонению подверглись бы те, которых мы называем православными. Или никониане. Точно было то же самое, потому что близнецы и те, и другие за букву стояли насмерть. За букву! Вот в чём дело. Я говорю, это было в начале. Но насчёт дальше уже говорить трудно, потому что сами знаете, что старобрядцы со мной распались. Там есть явление и такого церковного порядка, который, например, вот у нас в Москве, митрополит Корнилий. Я с ним лично знаком, очень приятный человек. Да, который это... И там и священство, как видите, и епископат. А есть даже беспоповцы. Представляете? Дошли даже до этого. И, конечно, как всегда, мы же себя оправдываем. Но общая трагедия такова. Одна беда, одна и та же. И у той, и у другой стороны. Буква. Буква. У одних это старая буква, неважно, что ошибка, что не ошибка. У других новая буква. Ну, что это такое? Забыли, как Христос осуждал законников. Как Он осуждал. Как Он говорит, горе вам, законники. Вот так. Так что, видите, это явление, явление очень такое показательное для нашей русской истории. Истории, я бы сказал, русской церкви.